12 октября. Израиль. Первая остановка госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкина в его ближневосточном турне. Он встретился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом, а также с членами израильского правительства. В заявлении для прессы Блинкин подчеркнул, что его, как еврея, лично трогает происходящее в стране, а также уведомил, что поставки военной помощи уже начались. Что касается второго фронта, мы, как и Израиль, полны решимости не создавать ни второго, ни третьего фронта. И мы прилагаем все усилия, работая с другими партнерами в регионе, чтобы попытаться добиться этого. После визита в Тель-Авив Блинкин посетил администрацию западного берега реки Иордан, где проживает значительное количество палестинцев. Как пишут западные медиа, эта территория может стать вторым фронтом. Там госсекретарь провел переговоры с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом, а затем отправился в Иорданию на встречу с королем Абдалой II. Это была попытка американской администрации вернуться, вообще говоря, к своей ближневосточной политике, которой практически не было. В Вашингтоне, в Белом доме поняли, что нужно включать дипломатию с другими игроками, важными на Ближнем Востоке. Включать такие важные страны, как, например, Иордания, которая давно имеет дипломатические отношения с Израилем, но при этом, конечно, не может откровенно стать на сторону Израиля в борьбе, скажем, против палестинского движения. Катар – первая страна из расширенного списка турне Блинкина. Ранее эмир Тамимы Бенхамад Альтани заявлял, что государство прекратит поставки газу миру, если Израиль и далее будет обстреливать сектор газа. По прибытию в столицу Доху госсекретарь заявил, что в сотрудничестве с Израилем ведется работа в создании безопасных зон для мирного населения. Мы призвали израильтян использовать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать вреда мирному населению. Мы оплакиваем гибель всех невинных людей – израильтян, палестинцев, евреев, христиан, мусульман, а также гражданских лиц всех вероисповеданий, всех национальностей, которые были убиты. Освещать проблему войны Хамас против Израиля и призывать к ее решению Блинкин продолжил в Бахрейне. Там он встретился с главой Мидгосударства Абдуатифом бин Рашидом Аль-Заини, а затем отправился в Саудовскую Аравию. Перед прибытием, как пишет русская служба BBC, Эр-Рияд выступил с резкой критикой в адрес Израиля, а не Хамас. С каждой страной есть какие-то свои сюжеты, свой порядок. И на самом деле Блинкин вспоминает о том, что в Америке с этими странами есть какие-то отношения, где-то они были заморожены. Сейчас их размораживают и Блинкин приезжает и просит понимания действий Израиля, неподдержки Хамаса, конечно, не вступление в войну, естественно, на стороне Хамаса. По крайней мере, изолировать в какой-то степени Хамас, обещая, что американцы будут при этом давить на правительство израильское, с тем, чтобы не было слишком кровавой, массированной, затяжной войны на территории сектора ГАЗа. Соединенные Штаты сейчас должны сильно лавировать между своими союзниками на Ближнем Востоке. Как считают эксперты, связано это с тем, что цели воюющих сторон взаимоисключающие. Израиль хочет демонстративно наказать Хамас, а арабские страны хотят защитить население сектора ГАЗа.